Аплодисменты Мечка, какой дождь барабаны с волокнами? Из дома теперь им живота на улицу не высунешь Не знаю, заявитесь чем-нибудь Присуйте Кушай рисовали И сайфом изрисовали Поломали карандаш Коляса не по бою, но закончилось Вот Ну, выиграйте Нет, мячик не надо, можно в окошко попасть Тогда, почитай Да, прочитай. Почитать. Фонд защиты вкладчиков подал в отношении банков 681... Дедушка, это неинтересно. Другое читай. Министерство сельского хозяйства рассчитывали в 2015 году получить... Дедушка, прекрати! Почему? По-моему, очень познавательный. Как? Как? Смотри, какая ужасная погода! Кто здесь? Сануда! Девочки! 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 О, я игру придумала. Я кидаю тебе подушку и говорю слово, а ты кидаешь обратно и говоришь слово в ритму. Лови! Соль! Моль! Боль! Король! Ноль! Кроль! Кроль! Кто это еще такой, Кроль? И слава не такой, Кроль! Давай, города! Нет, Кроль! Эм... Или имена? Нет таких именов! То есть... Ассоль? А это кто? Была такая юная девушка. Где была? Я такого имени не слышала! О! Это юная! Не правда ли она звучит, как свист стрелы или шум морской раковины? Дедушка, расскажи про соль. Хорошо. Было это давно. И никто уже не помнит, было ли это о самом деле. Или море сочинила чудесный рассказ. Дедушка, расскажи про соль! Не перебивайте меня! Не перебивайте! Тем более, что я теперь не просто дедушка, а сказочник Эглин. И так... Приморская девушка, наверное, на берегу моря. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Что произошло? ДimaTorzok ДimaTorzok Переросла в открытую ненависть. Я знаю, что писал тебе этот полумбит. Сказать, что о принце и алых парусах. Сумма сельская! Жди, жди своего принца. Но не алые паруса ты увидишь, а серые и грязные. Али паруса, алые паруса, Корабельная сон, Корабельная сон, Корабельная сон. Я люблю ребят за всей деревни. Мы тебе житья не дадим. Будем швырять тебя грязью, дразнить тебя. Я всем расскажу, что ты сумасшедшая. Куда ты, Вика? И без тебя событий хватает. Да чего просил мне этот Хин Мэдэс. Даже имя у него Хин. Как у собачонки. Точно, у него и палатки собачьи, педляк по деревне с высунутым языком и словно звук залетящие. Ну, а между тем, дождик за кошком кончился. Можете пойти погулять. А чем все закончилось, и как я с тобой выросла, я расскажу вам потом. Вот как всегда, на самом интересном месте. Все это сказка и неволе. Таскает в волны берег. В волнах купается звезда и знает только небеса, как ждут, надеясь, ее веки, ее усталые глаза, ее прекрасные глаза, как ждут они корабль Грэйна. Корабельная соль! Эй, ты не смей держать девочку! Наша девушка унылая край земли. Не любят ее дети, не любят ее мы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, вставай! Липовый моряк! Ой, кажется, я все-таки сказку зарезла. Но это старинок мне теперь от дедушки! Что это за город? Это девушка Каберна. А вы кто? Я моряк Артур Грей, капитан большого корабля. Он стоит на причале в порту города Лис. Вот, решил прогуляться по округе. Забел сюда. Какое неприветливое место! Вика, ты как без наоборот за решение в сказку попала? Я и сама не знаю. Артур Грей, это ты? Я приветствую вас, сказочник. Как? Жизнь, как дела? Дела идут отлично. С тех пор, как я стал капитаном корабля-секрет, у меня все прекрасно. На своем корабле я вожу взысканные таланты, прятости, литровой фарфор, ценные породы деревьев, черные, красные, сандаловые. Ух ты! Вы завязывая весь мир объездили. Много было приключений в моей жизни, Грей. Ведь ты начинал с простого Матроса. Правда ведь? Вы были настоящим дьявольским моряком. А теперь вы капитан? Да. На моем корабле подобралась славная команда. Да ты и сам, славный малый. Скажите, а вам юнга не нужен? Вика, какой из тебя юнга? Вики, садись. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительные черты лица, напоминающие тайну. Кто здесь? Здравствуй, приезжий человек. Я, Хиен Мэдерс, владею этим характером. А я, Марат Артур Грей. Кто тут прошел только что? Я не разглядела. Одна девушка, очень хорошенькая, но и очень грустная. О, я знаю, о ком ты говоришь. Ты знаешь ее? Да, это должно быть осольгоровельная. Она плотная. В самом деле, как же это случилось? Ее отец, сущий мерзавец, он убил моему папашу как кошку какую-нибудь. Я сиротила по его вине. Еще дитей должен был самостоятельно поддерживать свое премное существование. А ей, Лангрен, лучшил, что придет пить под алыми парусами, женится на ней и увезет из Каперны. Только я говорю, что этого никогда не будет. Она полоумная, до сих пор верит и ждет своего принца. Одно слово, корабельная. Он все взлет. Она такая же нормальная, как и мы с вами. Скажи, дедушка, ты же сам сочинил для нее эту сказку, чтобы хоть немножко удержать сироту. Вот как. Прекрасно. Скажи-ка, добрейший сказочник, где здесь лучший магазин? Прямо перед тобой. Товарный любой вкус. Стоит лишь пожелать. И третий план подошел. Эй, продавцы, уважаемые продавцы. Стоит лишь пожелать. Стоит лишь пожелать. Продавцы, уважаемые продавцы, к вашим услугам что прикажете для вас по самой лучшей цене. Есть ли в вашем магазине красная модель? Сколько угодно, капитан. Желаете посмотреть? Сделайте отложение. Ножи с половыми волосами, но как они различны между собой. Бледно-розовый? Темно-красный? Пустые запеки вишня волос? Оранжевый? Мрачно-рыжий? Что-то не устраивает? Желаете в другой шелфе посмотреть? Желаю. Но он очень дорогой. Зато, поглядите, совершенно чистый, как алая пудриняя зря. Полный благородного веселья и царственности. Это тот самый цвет, что я искал. Желаете купить? Да, довольно образцовый. Этот шелф я беру. Весь кусок? Нет. В таком случае, сколько метров? Две. Две тысячи. Две тысячи метров. Небывалая покупка. Слушаемся, капитан. Две тысячи метров. Ваша покупка отправлена на корабль. Свободитесь нам еще. Вы видите новый шелф, дружище? Да. Из него смастерят моему секрету новые паруса. И мы отправимся, но куда, не скажем. Я поеду к жене. Она еще не жена мне, но скоро будет ей. Вот и все. Как видите, ничего здесь секретного. Ну что, будет у сказки хороший конец? Да, как во всех лучших сказках. Тогда рассказываю прощание. К утром следующего дня розовые тени легли на белизну снастей. Все было белым на этом корабле, кроме раскинутых парусов цвета и лучшей радости. И этот корабль вышел из города по направлению Каберна? Да. По волнам сурового моря. Корабль не может быть. Я же наверняка сплю. Не спишь. Это просто не может быть. Это за ней застой. Где стой? Принц заприехал, а ее нет. А ее нет. В самом деле, где от Солина не видишь, что ли? Не могу. Что в городе груши? Нет, не стой. Я же там патчиши. Стихонь, тихонька, девочки. Нет, я боюсь, что Асоль была полотна, да и уснула где-нибудь в уголке. Вика, бежи. Сказ ты делаешь? Бежим, у меня сказка. Делают твоей сказкой все, что хотят. Асоль, ты где? Ее здесь нет. Никаку делить не мы с вами. С той стороны только моря. Идти некуда. А корабль с золотыми корызами вскоре полетит к берегу. Дика, что это? Я не шумелая плачья. С той стороны и уснула. Идти на сердце. Д قDo. С той стороны и уснула. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дрогнула вода DimaTorzok 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 и факты, опровергающие все законы бытия, здраво смысл. Мужчины, женщины, дети по куркам учались в бельях. В толчок жители перекликались до двора в двор. Нас как пили друг на друга попили и падали. Скоро в воде просыпалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала особня. Пока ее не было, все время перелетало среди людей, с нервной и укрюмой древогой, словно искренне. Больше говорили мужчины. Ставые на спины джипене всклипывали остолбеневшую женщину, но если уж которая начинала крещать, яд забирался в голову. Как только появилась особня, все смолкли, все со страхом отошли от нее. И она осталась одна, средь пустоты знойного песка, растерянного, престижного, счастлива, с лесом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно обратила в руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полное загорелось лицо. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила здесь. Но тысячи последних смешных страхов одолели осуд. Смертельная боязнь всего, ошибки, неноразумения, таинственная вредная память. Она бежала по пояс теплой колыхания в пол и кричала, я здесь, я здесь, это я. Далеко, далеко отсюда я видел тебя во сне. Узнала ли ты меня? Совершенно такой. И ты совершенно такая, какую я видел в своем сне. Поедешь ли ты со мной? Если ты возьмешь к нам моего лангрера. Да. На другое утро. Корабли были уже далеко от камерны. На палубе ждали, слышь, рулевое партию. Просидевший на корме, с криками торчили у подбородка, задумчивый музыкант. Он сидел, тихо водил свучком, заставляя странно говорить волшебным и зеленым голосом. Не думал о счастье. Не думал о счастье. Счастливый конец всегда хорошо. А другого конца сказки быть не может. Дедушка говорил, что это возможно и не сказка, а история. Произошедшая на самом деле. Дед, а кто автор этой истории? Народ. А вот и нет. Автор этой истории Александр Грец. Все то вы знаете. Дед, а кто такая Фрэйзи Гранд? Понятия не имею. Не отбирайся, ты ее сам по имени назвал. Фрэйзи Гранд – бегущая по волна. Ну это уж точно. Совсем другая история. И о ней в другой раз. Почему? Ну ведь дождь заодно кончился. Пора идти гулять. Ладно, но потом обязательно. Редактор субтитров А.ữ. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ